Многоэтажка по улице Московское шоссе 155 выглядит вполне благополучно. Однако репутацию всего дома запятнали собственники нескольких квартир, чей суммарный долг за водоснабжение и водоотведение на сегодняшний день превысил 350 тысяч рублей. Уведомления о неуплате давно перестали пугать этих жильцов, и коммунальщики перешли к радикальным мерам. Сегодня будем выполнять отключение должников на квартирном доме по адресу Московское шоссе 155. Будет опускаться через ванную трубу заглушка и перекрываться канализационный выпуск. Ограничение стоков будет проходить по канализационному стояку. Ограничение будет производиться локально. Те абоненты, которые платят, не будут подвергаться отключению. От благ цивилизации неплательщиков будет отделять заглушка. Чтобы ее установить, доступ в квартиру не нужен. Вся работа проходит на техническом этаже либо на крыше, смотря куда выходит труба. Ограничитель устанавливается по стояку с помощью специального шланга, на конце которого камера и само блокирующее устройство. А уже при самом монтаже запорный элемент заглушка разжимается и за счет зубов держится на трубе и падает вниз. Проще говоря, жильцы с долгами за воду и канализацию не смогут принять ни ванну, ни душ, не использовать туалет. Вся вода и отходы будут скапливаться в трубе и дальше квартиры не уйдут. После таких радикальных мер деньги за уже полученные коммунальные услуги обычно сразу же поступают на счет ресурсоснабжающей организации. Однако, как отмечают специалисты, это ненадолго. Есть в доме жильцы, для которых подобные ограничения уже в порядке вещей. Общая сумма долгов по этому дому составляет более 360 тысяч рублей. В доме есть несколько должников, имеющих самый крупный долг. Самый крупный долг это 137 тысяч. Сегодня этот адрес будет отключен. Также есть другие адреса, в том числе один из адресов платит нам только после установки заглушки. Вот такая вот особенность тоже есть. В этом году у РКС Самара появилась новая система уведомления должников. Если неуплата собственника жилья за услуги водоснабжения и водоотведения только начала копиться, ему присылают уведомления желтого цвета. Когда цифры долго вырастают в несколько раз, уведомления присылают уже оранжевого. Специалисты отмечают, что такие индикаторы лучше помогают жителям сориентироваться и в случае необходимости принять меры. С 25 ноября в Самаре началась серия отключений самых злостных неплательщиков. На прицеле у РКС Самара порядка 45 тысяч адресов. Если жильцы этих квартир не погасят долги, то останутся без канализации как раз в новогодние праздники. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.